приветствую любители вязания на моем канале меня зовут алена и сегодня я хочу вам предложить связать красиво ажурный узор с косами которые расположены в шахматном порядке узор будет красиво смотреться как на летние вещи так и на теплые раппорт узора составляет 22 петли в изнаночных рядах петли вязать по рисунку накиды изнаночными повторять с первого по 28 ряд и так давайте начнем я набрала всего 25 петель 22 петли раппорт 1 петля для симметрии и 2 кромочные и начинаем вязать первый ряд нашего рисунка 1 петля у нас идет кромочная а дальше мы по схеме вяжем 2 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные и кромочная изнаночный ряд мы привязываем как смотрят петли по рисунку третий ряд узора кромочная 2 изнаночные следующие 8 петель нам надо перекрестить налево 4 петли надо ставить на вспомогательной спицы перед работой провязать следующие 4 петли лицевыми и затем 4 петли со вспомогательной спицы лицевыми петлями я делаю это без вспомогательной спицы оставляю 1 2 3 4 петли подхватываю следующие 4 петли так вот снимаю и нанизываю на левую спицу первые 4 петли конечно при перехлёсте вам надо вязать немного слабее не очень туго потому что будет тяжело так сделать так отдела и вяжем лицевыми все эти 8 петель дальше у нас по рисунку идет 3 изнаночные и начинается на наш ажурчик идет петля 2 лицевые провязать вместе лицевой с наклоном вправо как мы это делаем я переворачиваю петли вот таким образом и захватываю вторую петлю первую провязываем за передние стенки это будет у нас наклон вправо дальше у нас идет накид опять 2 петли с наклоном вправо накид 2 петли с наклоном вправо накид накид 2 изнаночные и кромочные изнаночный ряд мы привязываем как смотрят петли накиды мы провязываем изнаночными пятый ряд узора кромочная 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные 3 изнаночные дальше мы продолжаем наш ажур лицевая петля 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 петли вместе с наклоном вправо кстати во всем узоре здесь будет только с наклоном вправо 2 вместе поэтому в последующем я не буду повторять постоянно с наклоном вправо просто буду говорить 2 петли вместе лицевой так накид 1 лицевая 2 изнаночные кромочная изнаночный ряд как смотрят петли изнаночные накиды провязываем изнаночными седьмой ряд узоров кромочная 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 изнаночные кромочная провязываем изнаночный ряд 9 ряд кромочная 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные лицевая 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид и еще раз 2 петли вместе лицевой накид лицевая 2 изнаночные 1 кромочная изнаночный ряд по рисунку вяжем 11 ряд кромочная 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 изнаночные и 1 кромочная 13 ряд узора кромочные 2 изнаночные теперь нам надо перекрестить налево петли как вы делали в начале оставляем 4 петли перед работой меняю местами таким образом кому так неудобно используйте используйте вспомогательную спицу снимаете на вспомогательную спицу перед работой 4 петли затем провязывайте 4 петли последующие и провязывайте первые все петли провязываем лицевыми 3 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные и кромочные про изнаночный ряд я вам тоже не буду постоянно повторять так как он провязывается всегда как смотрят петли изнаночные вернее накиды провязываются изнаночными петлями 15 ряд мы вяжем как смотрят петли 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные 17 ряд узора 2 изнаночные теперь у нас ажурные петли будут с этой стороны а коса будет с этой стороны мы как бы меняем 2 петли провязываем вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид 3 изнаночные теперь нам надо сделать перехлёст вправо мы делали здесь косу влево теперь будем делать вправо 8 петель перекрестим направо мы должны 4 петли первые оставить за работой провязать 4 петли а потом провязать петли которые мы оставили за работой или на вспомогательную спицу опять таки я делаю это все без вспомогательной спицы вот таким образом я снимаю одеваю обратно петли и провязываю все петли лицевыми 2 изнаночные и кромочная 19 ряд узора кромочная 2 изнаночные 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид лицевая 3 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные кромочные 21 ряд кромочная 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 3 изнаночные 8 лицевой 2 изнаночные и кромочные вяжем вяжем 23 ряд вяжем 23 ряд накид 2 петли вместе лицевой накид 3 изнаночные и кромочная 2 петли вместе лицевой накид 2 изнаночные и кромочная 2 изнаночные и кромочная 25 ряд кромочная 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой накид 2 изнаночные и кромочная 3 изнаночные и кромочные 8 лицевых 2 изнаночные кромочные 27 ряд узора кромочные 2 изнаночные 8 лицевых 3 изнаночные и нам надо сейчас 8 петель перекрестить направо переносим первые 4 петли на вспомогательную спицу за работой оставляем провязываем 4 петли а потом петли со вспомогательной спицы или делаем так как я меняем местами и провязываем все петли лицевыми 2 изнаночные кромочные изнаночный ряд мы провязываем как смотрят петли вот и готов наш узор схема несложная вяжется легко быстро запоминается и посмотрите какой красивый получается узор если вам понравился узор пишите в комментариях ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал будем с вами еще вязать много узоров а а а и и Продолжение следует...